Дмитрий 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 Учился он, впрочем, прилежно, почти не баловался, разве уж когда тело затечет от долгого неподвижного сидения. Нравилась тишина в монастыре, суровая простота и благолепие. Тут и он, и другие дети уже были не княжич, не боярский, посадский или отрок, а все как бы равны, и никто ни над кем не величался. Воротясь из монастыря, Данилка снова попадал в сложный мир взрослых. Старшие братья, Дмитрий и Андрей, приезжали то веселые, то хмурые, злые. Походя ласкали его или супились, и каждый раз было непонятно отчего. Ссорились из-за уделов, бронили ростовских и смоленских князей, деятельно собирали казну, а потом ездили на поклон к татарскому царю в Орду и увозили скопленное серебро. Бояре походя звали его московским князем и, говоря так, щурили глаза и добродушно насмешливо поглядывали на мальчика. Он еще не догадывался о жарких спорах, разгоревшихся вокруг уделов после смерти Александра, ни о том, что дадут ли ему вправду Москву, еще далеко не решено. Чуялось, впрочем, и тут что-то непростое, что пока еще мало занимало мальчика. В Москве он не был ни разу. Ездили туда старшие, говорили скупо, охота там хорошая. Где-то под Москвою ломали камень еще при князе Юрии Долгоруком. Доходы с Москвы пока шли в казну великого князя. Но на прямые вопросы мальчика ему неизменно отвечали, что Москву заповедал ему сам батюшка, покойный князь Александр. А как он решил, так и будет. Данилка отца совсем не помнил. Силился представить и не мог. Но твердо знал, что отец его был солнце земли русской. И этим очень гордился. Княжево, или по-старому выселки, родная деревня Феди, Данилкина приятеля, стояла от крещена городка всего в верстах в трех, прячась за перелесками от сторонних недобрых глаз. Княжевым селом, или просто Княжевым, стали звать выселки с тех пор, как Александр начал тут селить ратников, приведенных им из новгородской земли. Батыевы, татары, княжево прошли стороной. Их главные рати торопились от стольного Владимира к Волге. Неврюева рать оказалась для княжевских мужиков куда страшнее. Разгромив Андрея, татары рассыпались по деревням, зорили и жгли все подряд, избы, стога, скирды, соломы и хлеба. В княжеве после Неврюевой рати оставался чудом не сгоревший один дом. Там и собрались с детьми, с котом все уцелевшие жители. Спали на полу вплоть друг к другу. Ночью в потемках не ступить. Ели толченую кору, мох. Весной обдирали березовый луп, толкли щавель, копали коренья. Иные объедали, выкапывая из-под снега мясо павших лошадей и коров, то, чего не доели волки. Стухлятины пропадали животами, валялись в жару. Кто и умер, не дотянув до весны. Рассказам этим, заржанными куличами с тварагом, защами и студнем, как-то даже не верилось. Вспоминали и сами удивлялись. Слушай, варех, не уж было все. Но они не верятся, как переживали. Теперь-то чего не жить? Хлеб есть, все есть. Мам, спрашивал Федя из темноты, а мы были с тобою? Вас еще и не было. Куды бы я с вами-то? Пропала совсем, отзывалась мать. Все они у нее, и старший Гришка, и Федя, и маленькая Проська, народились уже после неврюевой рати. Матерь уважали. Всегда звали на свадьбы и праздники, даже из других деревень. Когда приглашали, уважительно кланялись, а она отвечала не вдруг и сурово. Ладно, управлюсь вот. После, вздыхая, доставала дорогое праздничное платье и стафты с парчевыми оплечьями, кокошник, высокие рогаты, шитые серебром, с жемчужными висюльками надолбом. Отец тогда и говорил с матерью как-то иначе, и она отвечала ему строго и важно. Кроме того, мать заговаривала кровь, лечила телят, знала травы. Иногда приходила задушевная подруга материна, Олена. Водвоем с матерью они пели красивыми голосами долгие песни, обычно без отца. Отец никого не любил. При нем гости к матери только забегали. Легко становилось, когда приходил дядя Прохор. Он был свойственен к матери, и один звал ее не Михалихой по отцу, а Верухой. «Эй, Веруха!» — кричал он еще с порога веселым голосом, и сразу в избе становилось словно просторнее. Дядя Прохор был высок, сухощав и широк в плечах, с лицом словно стесаным топором, на котором тоже, как прорублены были, прямой нос и прямые брови над маленькими, всегда чуть с прищуром, умными глазами. Борода у него слегка кудрявилась и была светлая и легкая, а на щеках у скул двумя плитами лежал каленый румянец. Феде он иногда кидал походя. «Что, Федор, растем?» Дядя Прохор один не боялся отца. Почасту спорил, убеждал в чем-то, поругивал. И отец заметно тишел при нем. Когда Федя стал постарше, мир раздвинулся. Бегали с ребятами за околицу, играли в рюхи и в горелки, дружили и дрались с креушкинскими. Очень любил Федя уходить, смотреть на озеро. Далеко-далеко. И там зелено, где виски, на той стороне. И там, где приглядеться, виден Переяславль. Город, куда мать ходит иногда продавать студене масло. И один раз уже брала его с собой. Озеро было то светлое, спокойное. То все в гребешках, как синее вспаханное поле. По озеру можно было уплыть в дальние дали. Туда, на торговище, на усолье. И дальше, в Новгород. В Новгород надо было плыть много дней. Оттуда приходили весною на длинных челнах под парусами. Новгородские купцы, гости торговые. И тогда начинался праздник. Купцам продавали хлеб. Получали от них разные товары, заморские ткани, украшения, замки, серебро. Старших гостей принимали на княжом дворе. Гости гуляли и пили пиво. Дарили бабам платки и ленты девкам. Уезжали купцы. И все возвращалось на прежнее. Нынешней осенью было особенно свободно без отца, что ушел с князем в новогородский поход. Не надо было постоянно страшиться. Мать ругала за шалость, а не била. У отца же и рука была тяжелая. И Феде, как он считал, доставалось больше всех. Меньшую проську отец баловал. Старший брат был уже работник. И отец иногда спрашивал его или говорил что-то, как равному. Федя тогда ревниво завидовал брату. Ноябрь встречали без снега. Боялись, что вымерзут зеленя. Однако за неделю до филипьего дня снег пошел сразу густой, пушистый и укрыл все. В обмерзшие, затянутые инеем окошки стало теперь ничего не видать. Да еще для тепла, одно из них задвинули задвижкой и заткнули ветошью. А в другое, вместо бычьего пузыря, вставили пластину ровного льда. Дома все чаще сидели в шубах, а приходя со двора, греться залезали на палате. Подходил рождественский пост. Озеро замерзло, и по нему уже ездили на санях. Серое небо, мягко лиловое, низко висит над землею и неслышно порошит снегом. Сугробы кое-где сравнялись с крышами. Снег все шел и шел. По утрам приходилось расчищать снежные заносы на дворе. Волки выли за самой околицей. Подошло Рождество, следом крещение и святки. Вновь было встречать праздники без отца. Вновь и вольготней. Миновало Масляное. О ратниках все еще не было ни слуху, ни духу. Федя за эту зиму очень вытянулся. Пошел в рост и уже сносно читал, подгоняемый неукоснительным братним надзором. Уже начинал рыхло проваливаться снег и тени голубели. Чуялась весна. Обросшие за зиму мохнатые лошади вдруг останавливались, нюхали ветер и тихо ржали. Приближалась Пасха. На крестопоклонной неделе дошла весть, что ратники возвращаются из похода. Звонили колокола в Переяславле и на Клещене-городке. Федя радостный возвращался из училища. У ворот их усадьбы стоял знакомый конь. И он с сильно забившимся сердцем, одновременно со страхом и радостью поминал все зимние прегрешения, понял, что воротился отец. В избе сидел дядя Прохор, еще какие-то два мужика. А из угла, где толпились полутьме Фрося, Сноха Дарья, Акулина, Алена и еще какие-то женки, слышались надрывные рыдания. И Федя сперва даже не понял, что это рыдала мать. Дядя Прохор говорил меж тем, обращаясь к мужикам. «Коня и бронь в целости! Чего больше, но коня и бронь я сохранил!» И мужики кивали головами и прикладывались к братине с пивом. «Федюх!» — окликнул его дядя Прохор и поглядел без обычного хитроватого плещура прямо и строго. «Батька твой убит!» Он стоял потерянный, не зная, что сделать, сказать, куда ступить, сжимая в руках торбус книжкой. А дядя Прохор уже обратился к тем двум мужикам, и откуда-то издалека до Феди донеслось сказанное им слово «роковор». «Роковор, роковор, роковор», — повторял он про себя бессмысленное звонкое слово, и все не знал, ступить ли дальше или уйти, выбежать, переждать. Казалось, что надо только где-то спрятаться и переждать, и тогда все кончится. Придет отец, и они станут возить сено. Все ели и пили пиво. Он тоже ел, спеша насытить свой вечный детский голод. Низил голову, когда кто-нибудь из бесчисленных кумовей и ближников с заученным сочувствием спрашивал его, «Жишь, батьку-то!» Молча, затрудненно кивал головой в ответ. Слушал, как мать разговаривает с братом Грикшей осенне, как со взрослым, и вроде даже ищет совета у него. И Грикша, сдвигая светлые брови, отвечает ей, как настоящий мужик, и начальственно кивает ему Феде, «И ты будешь возить тоже!» И опять Федя кивал заученно. И все было, как во сне. Первый воз наклали маленький, обминали дорогу. Довезли благополучно. Со вторым же намучились. Ни мать, ни Грикша не сумели затянуть веревку погодному, и воз рассыпался по дороге. Пока перекладывали, доругались, стемнело. Только и успели в первый день. Федя намерзся, вымок, и уже начал понимать, что значит остаться без отца, который то же самое сено на том же коне возил играючи и никогда не ронял. А Федя только сидел на возу, доглядел по сторонам на опушенные снегом елки. В воске, казалось, не будет конца. Сани проваливались, оглобли, как масляные, вылезали из гужей, и мать с братом перепрягали, завертывая гужи сеном, чтобы крепче держалась. В Никитский монастырь Федя больше не ходил. В пору было добраться до постели. Как-то раз, уже кончали возить, и лужи стояли на снегу озерами, а на въезде в деревню обнажилась черная земля, Федя, ведя воз, встретил княжескую охоту. А сочники проскакали мимо, гоня лисицу, и Федя не обратил бы внимания, как бы знакомый голос не окликнул его. Он придержал коня. Княжеч Данилка, румяный, красивый, на легконогой серой лошадке, глядел на него и весело окликал. Поздоровались. Княжеч спросил, почему Федя не ходит в училище. И Федя дичась ответил, что не досуг за дровами, за сеном. Он хотел сказать, что батька убит, но княжеча передел его. Слыхал, батьку твого убили? Спросил он просто и участливо. И Федя молча кивнул, сразу как-то оттаив и перестав сердиться на княжеча. Данилка вздохнул, потупился, помолчал, а потом похвастал. А мне коня подарили, вишь? И огладил гриву нарядного коня. С поля окликали княжеча. Он повернул голову, махнул кому-то рукой и сказал, вновь обратясь к Феде, ты приходи, как вывозишь дрова, приходи. И уже тронув коня спросил, то ли сам додумав, то ли подражая взрослым, с голоду, не помирайте там. Федя потряс головой. Приходи, прокричал княжеч, пуская коня, и Федя тронул своего, шевельнув по водяме вправо-влево. Он уже наученный горьким опытом знал, как лучше стронуть с места груженный воз, чтобы конь не надрывался, отдирая прилипшие к снегу полозья, чтобы оглобли вдруг горят не выскочили из гужей. Дмитрий Александрович воротился из-под роковора с добычей и честью. Юрий, сын покойного дяди Андрея, бежал с поля боя. Он же выстоял и добыл победу. Не посрамили себя и новгородцы. Он еще и теперь, закрыв глаза, мог увидеть несущийся, блистающий доспехами, грозно ревущий клин вражеской свиньи, опрокинувший конный новгородский полк, цветные немецкие знамена и вал новгородских пешцев, что, смыкаясь на ходу, шли встречу вражеской конницы. После Новгорода, его громадных ратей, многолюдства градского, вольного кипения торга, шума вечевой площади, розовых и белокаменных соборов, возносящихся ввысь теремов, после всего этого родной терем, даже родной Переяславль, казались убоги и тесны. Соломенные кровли и плосковатые меринские лица наводили уныние. Он любил Новгород ревнивой и злой любовью. Он вырос в нем и был удален оттуда. Он злобился на новгородских бояр, на посадника, на граждан, изменивших ему, сыну Александра, и не мог забыть этих лиц, этой спокойной осанки вятших, этих уверенных речей и твердых глаз, этого богатства не на показ, этого достоинства в каждом горожанине, встреченном на Тесовой и Новгородской мостовой, деловитой грамотности посадских людей строгой красоты иконного письма гордой свободы горожанок. Мятежный Новгород, злой и лукавый, тянул к себе, и не было до конца того чувства, что дом, что вернулся домой, дом желанный, уплывающий, был там, далеко, где чествовали нынче его победителя и вели окольные речи. Нет. Против дяди Ярослава, как бы ни хотела прусская улица и даже вся славна, он не пойдет. Литвин Давмонд, новый пришлый псковский воевода, понравился ему. Умен. Видно, что умен. И храбр так, что уму непостижимо. Верно, таким был батюшка в молодые годы. Как умел отец держать всех в своей горсти! Но для того, чтобы сравняться с отцом, нужна была власть. Нужно было великое княжение. Нужен был Новгород. Своенравный, едва укращенный отцовой дланью и теперь вновь вырывающийся из узды. И нужны были сейчас, пока сила в руках и жаркая кровь в жилах, пока все еще впереди и прожито только двадцать два года жизни. Всего двадцать два. Серебра было мало. Серебро требовала Орда. Оно струилось оттуда, из Новгорода и плыло, уплывало в жадные и ненасытные руки ордынцев, чтобы тучнели стада и росли дворцы, чтобы царство и языки трепетали при слове «татары», чтобы льстивые франки и сам папа римский слали грамоты и посольства в сарай и каракарум. От этого становилось душно. Душно становилось от сытого, широкого и плоского, с узкими умными глазами лица баскака, которому он, князь, должен был после молебна в соборе давать отчет о походе и подарки ему и орде. Да еще почему мало даешь? И не скажи «люди бегут». «Бегут?» «Почему бегут?» «Ты, князь, пошли, бояр, верни!» «Куда бегут?» «Леса бегут?» «Все сбегут!» «Тебе тогда плати!» «Свой голова плати!» «Хан им люди не бегут!» «Орда не бегут!» «Плохой князь!» «Своя боярин сыми!» «Себя сыми!» «Орда давай!» «Ничего им не объяснишь!» «Ничем не вразумишь!» «И не примут они никогда христианской веры!» «У них своя вера, требующая крови врагов!» «Погибнуть?» «Пусть!» «Но в ратном строю!» «Но не задыхаться еженощно от бессилия, ненависти и унижения!» «Не подлаживаться!» «Не заставлять себя любить своего врага!» «Так что же?» «Воззвать?» «Ринуть рати?» «Одолеть или пасть в бою?» «Нельзя!» «Пока страна не в единых руках, ничего нельзя!» «Терпят все!» «Даже Новгород платит ордынскую дань!» «Да и откуда бы взять силы?» «Димитрий, наконец, почувствовал усталость!» «Мысли стали мешаться!» «Он уронил голову на изголовье, обтянутое миссюрской комкой, и уснул!» «Жена, не размыкая глаз, осторожно натянула повыше шубное одеяло, закрывая плечи Дмитрию, и теснее прижалась к ненаглядному своему красавцу-супругу!» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok